На календаре 31 января. Ровно 110 лет назад, 31 января 1908 года, в Самарском театре цирки «Олимп» состоялся бенефис русского богатыря Ивана Заикина. Он носил на плечах 25-пудовый якорь, гнул на себе 18-пудовый рельс, вращал на штанге 10 человек. За эти и многие другие трюки его прозвали «Капитан воздуха» и «Король железа». Зарубежные газеты неустанно твердили, «Заикин – это шаляпин русских мускулов». 31 января 1970 года на Центральном телевидении Советского Союза состоялась премьера первой серии фильма «Тревожной ночи в Самаре», снятого Куйбышевской киностудией. Эта трехсерийная лента рассказывала о нелегких буднях чекистов. Сценаристы фильма Владимир Сокольников и Эдуард Кондратов в 60-е годы прошлого века работали в одной из старейших куйбышевских газет. По заданию редактора они отправились в архив, чтобы подготовить цикл материалов к полувековому юбилею органов госбезопасности. Неизвестные ранее факты из истории Самары натолкнули журналистов на мысль о создании целого фильма. Ежегодно 31 января отмечают Международный день ювелира. А поздравление с днем рождения сегодня принимает член общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский. В числе родившихся в последний день января также значится знаменитый австрийский композитор Франц Шуберт, болгарская ясновидящая Ванга, любимая многими советская и российская актриса театра и кино Вера Глаголева и другие известные люди. В народном календаре 31 января Афанасьев день. С этой поры на Руси обычно начинались сильные морозы. Впрочем, стужу крестьяне воспринимали без негатива. Считалось, что промерзшая зимой земля летом даст большой урожай. Такими событиями вошел в историю последний день января. Восхитительного вам настроения и удачи в делах!